18 литров в год на душу населения страна достигла рекордного уровня алкоголизации. Что делать? На трезвую голову и не понять. Ответы знают консультанты реабилитационного центра «Крылья». Меры у них радикальные. Говорят, для начала нужно отменить всякие дни, недели и месячники трезвости. А если уж и ратовать за отказ от алкоголя и табака, то пожизненный. Что такое день трезвости? Мы родились все трезвые. Никто из нас не родился пьяный, уколотый, там еще какой-то еще. Мы все трезво родились. Весь мир животное, растительное, живет трезво. Ну, как-то странно звучало бы, если мы приходим в лес, а там объявление висит. Сегодня день трезвости. Грибы нормальные, то есть сегодня не пьют. Ну, сушлики тоже бегают, не курят. Ну, то есть ненормально. Там же все по законам, по высшим законам, правильно? Тяга к спиртному сродни установке на смерть. Подобно склонности к искусству или точным наукам, она закладывается в утробе матери. Так, если беременная раздумывает об аборте, злится на еще не появившегося младенца, то родится ребенок, склонный к наркомании и суициду. Если пришли сюда жить, ну, надо жить вообще-то, а не убивать себя. Не прятаться от этого мира реального. Не уходить вот через алкоголь, наркоту. Жить, жизнь на самом деле очень прекрасна. Способов отказаться от пагубной привычки огромное множество. Самые популярные из них медицинские – кодирование и гипноз. Православные же уверяют, можно обойтись и без помощи врачей. К примеру, с истинной верой и надеждой читать Акафист и кони «Неупиваемая чаша». Научным методам христиане не очень доверяют, а поэтому всех, кого искушает зеленый змей, приглашают на общую молитву. И сегодня в 6 часов вечера у нас на территории Свято-Васильевского храма желающие дадут обет трезвости. Вот, это тоже такая традиция, которая сейчас возрождается, потому что обет трезвости часто для многих является единственным способом уберечься от невоздержанного образа жизни, уберечься от пьянства. Завтра же борцы с дурманом сами выйдут на рот. С 11 утра на проспекте Ленина выставят посты трезвости. Стенды украсят рисунками школьников. Активисты православного молодежного движения будут раздавать листовки и агитировать за отказ от табака и алкоголя.